Девушки отдыхают Про болото Да Как будто тонет кто-то Или я тону Может и ты То горишь, что тонешь На работе своей Да, папа, алло Алло Привет, доченька Слушай, а ты что сейчас делаешь? Я на дежурство, а до этого хотела к стоматологу А ты можешь к нам заехать? Что случилось? Вот у меня ладно есть Ладно, сейчас приеду Бутерброд хотя бы, можно съесть? Ну, ты можешь прямо сейчас к нам заехать? Да все, все, выезжаю Спасибо Ребенку даже поесть не дали Ничего У нас поесть, я каши наварила Вань, не люблю выволочки устраивать Ну, всему есть предел Ну, елы-палы Давай вспомним Четвертого числа Пьяная драка В ресторане на улице Мухинская Ну, вот она вот здесь, под боком Ты куда наряд выслал? На Муринскую В другой конец города Хорошо напарница вовремя среагировала Виноват, товарищ майор Спутал Дело в том, что я в те дни просто был Вот буквально балансировал на грани суицида Чего? Балансировал Между жизнью и смертью Меня невеста бросила Чего-то недолго балансировал Кто себе брюки наутюживал В пятницу Наутюживал Виноват Ну, это так Цветочки А вот потеря Жетона сотрудника полиции Согласен Но я в рапорте подробно написал Что он исчез Тогда, когда я помогал Паковать этого Задержанного Володина Он активно сопротивлялся В обезьяннике Вот была целая катавасия Мы с нарядом еле справились Видимо, во время всего этого Жетон как-то вот Свалился И куда-то заскочил Понятно Так вот сегодня В ВВД заскочила Продавщица Снежана Нет То Из торгового центра Напротив Хорошенько Да Просила передать Ванечке Потому что До него не дозвониться А он потерял Не знал, что Снежана тоже Володина паковала Ей бы орден За храбрость Ладно, Калита Если бы ты действительно Не помог ребятам с Володиной Был бы строгий выговор А пока просто Выговор С предупреждением Алексей Трофимович Ну в конце концов Меня гоняют из кабинета в кабинет Ну сколько можно Здрасте Разрешите, я займусь Держи Пойдемте Я вам сейчас помогу Все решим Вить Погода хорошая Вылезай из своего компьютера Пойдем погуляем По магазинам? Ну сначала по магазинам Потом может быть в парк сходим Или в кино Кино? Хорошо Только пообещай мне, пожалуйста Что ты больше не будешь Так с дядей Антоном разговаривать Как? Как сегодня Он обижается Добрый день Вы Елизавета? Да Мне нужен ваш муж Константин Фалеев Ну если вы сюда пришли То вы знаете, что мы в разводе Я неверно выразился Я хочу знать Где он сейчас Вы общаетесь? Представьте себе Нет и Вообще он давно не подавал Себе вестей никаких И телефон выключен Понятно Ну если хотите Можете оставить свои координаты Когда он позвонит Я ему передам А скажите С Костей что-то случилось? Ничего об этом неизвестно Извините Всего доброго Доченька Тут значит такое дело Мы с Жанночкой поговорили Мальчишки у нас совсем от рук отбились А в сентябре им в школу идти Со школы не повезло Школа, мягко скажем Никакая И продленка отвратительная Вот А Жанночке скоро рожать Вот, ну сама знаешь Пеленки, коляски, кормление Времени нет Отечают пацаны Без присмотра Ну я не знаю У меня дежурство сутками И в любое время Вызвать могут Да никто на твое время Не претендует Мы о том говорим Что близнецам Нужно в хорошую школу перевестись Ну чтобы там контроль Образование А такая Как известно Одна в Тишелове Ну да Первая гимназия Ломонасовская Элитная Ты же знаешь А я при чем? Ну ты как раз и при чем Так Одеваться Быстро Быстро Я помогу Я один Ты не делай ничего Не, нет Ну просто в эту Ломоносовскую гимназию Попасть практически невозможно У Ани твоей Настя в Ломоносовской Учится Ну вроде да Ну вот Значит Аня твоя Все подходы знает Значит иди к ней И проконсультируйся Ну я попробую Давай прям сейчас Иди А то там говорят Для тех Кто из другой школы переводится Там нужны дополнительные Тестирования еще Давай Давай, давай, давай Ладно, ладно Ох, что же за день Ты сегодня такой Девушка Милая Вас как зовут? Лиза Да, Елизавета Я вам 10 раз Объясняю Вы себе головную боль Устраиваете И нам Ну при чем здесь головная боль Если человек пропал? Кто вам сказал, что он пропал? Телефон не отвечает Ну это обычное дело Разрядился, потерялся, намок К тому же вы сказали, что вы в разводе Что отношения были неважные Ну а вдруг с ним что-то случилось? Хорошо, давайте начнем сначала и по порядку Вы вместе живете? Нет Ну вот У вас есть какая-нибудь информация, что с ним случилось какое-то несчастье Или могло что-то случиться? Нет Конкретной информации нет Вот и отлично И замечательно Значит нет никаких поводов объявлять его в розыск С другой стороны Вы ведь сами сказали Что раньше никогда не требовали алиментов А вот на недавней встрече потребовали Ну да, но... Ну вот Вот вам и ответ на все ваши вопросы Редкий мужчина после такого не исчезает Да Так что знаете, как мы поступим? Вы сейчас пойдете домой Отдохнете, выспитесь Все обдумаете А потом, ну это мой вам совет Идите к мировому или в районный суд И подавайте на алименты Они его сыщут в два счета Я вас уверяю Где бы он там не прятался Куда бы он не телепортировался Ладно, спасибо Ой, не-не-не, Глажка Да вообще нереально У нас там эта директриса Бабицкая Просто помешанная репутация гимназии Никакого блата Серьезно? Угу И между прочим, там же необычное тестирование Там полноценный экзамен Куча сложных задач Потом это еще наверху все проверяют В управлении образования Самого Вицкая настояла А как же твоя Настя? Ну, как-как Целый год С репетиторами занимались И, в общем, намучились ужас Ну, и там надо быть гением Но Даньки с Ванькой такого не наблюдается Уж прости Да это я и сама знаю Да, я знала, что это все безнадежно Ну, слушай, Глаж Я тебя тоже кое о чем хотела попросить В общем, у Толика работает один мужчина Ну, и не нравится он мне, короче Неприятный тип? Ну, не то, чтобы неприятный Доверие не вызываю, знаешь Ты не могла бы там по вашим сводкам посмотреть Не проходил ли он где-нибудь Как зовут? Его зовут Константин Фалеев Юрьевич Вот Спасибо Ну, пойдем Пойдемте Поговори мне еще Что? Получите, распишитесь Скажи, я больше не буду Я больше не буду Угу Не будет он Вон, постой там Прикинь Эта красотка явилась прямо в ОВД с моим жетоном Буянов узнал Тут такое началось Да Буянов вообще быкой В замы выбился, вот и Угу Опаздываем Я давно здесь Я в канцелярии была, новый эталон регистрировала Ты же сам жаловался, что последняя книжка закончилась А что ты, Назарова, со старшим позванием пререкаешься? Непорядок Товарищ старший лейтенант Там у вашего кабинета очередь собралась, волнуются Не желаете поработать? О, нахальная Клита Распустил Не в настроении Интонации какие-то недружелюбные Не проходил Кто не проходил? Куда не проходил? Фалеев Константин Юрьевич по сводкам не проходил Ага Стало быть и тебя взяли в оборот То есть? Бывшая жена Фалеева сегодня утром приходила Симпатичная, кстати Пыталась в розыск его объявить Дескать исчез, пропал, потерялся А ты? Разумеется, я ее отговорил Еле-еле Но у нее там ничего, кроме психоза Страхи, тревоги, панические настроения Пусть лучше на алименты подает Этот ее муж объелся груш Он и до исчезновения На ребенка никакого внимания не обращал Что за люди? Черствые, как сухари Кстати, ты мои печеньки не находила? Что-то я уже второй день найти не могу Ты же съел уже Эй, нет Будем искать А склонность к математике Это прекрасно Человек, обладающий математическими способностями Обладает перспективой, которая мало кому доступна Вот ты Кем хочешь стать? Витя, ну с тобой разговаривают, а? Витя, перестань смотреть в телефон, когда ты обедаешь Спасибо, я сыт Витя, как же отчаянно? Извини, видимо, переходный возраст начался Я считаю, что дело в нашем неустойчивом семейном статусе В неопределенности и как следствие нервозности Вот и ты уже плохо спишь Я думаю, что нам нужно как можно быстрее оформить наши отношения Да, ты прав Узнала, что Фалеев никогда с твоим Толиком не работал И что его разыскивает бывшая жена Признавайся, тебя опять на приключения повело? Да ты что? Я чиста, непорочная верна своему мужу Ну, слушай, просто хотела помочь своей знакомой Мы просто детей вместе в садик водили И... В общем, у нее новый мужчина Очень ревнивый И не хотела ее светить просто Ну, зачем ей тогда светиться в полиции? Кстати, точно Слушай, если Лиза сама пришла, значит, у нее реально все плохо Ну, хочешь, мы можем встретиться с этой твоей бедной Лизой и все выяснить? Да, давай, только не сейчас, а вечером я все организую, хорошо? Ну, прям сейчас я тоже не могу, я на дежурстве Что-то ты, подруга, темнишь Вот, смотрите, не успела еще удалить Фалеев вообще сам по себе человек неплохой Просто бесшабашный Авантюрист Вечно ввяжется в какие-то истории А нам потом всем расхлебывать Надоело мне это все, вот я и ушла Прошлой весной К другому Может, не такому обаятельному, конечно Но зато надежному А Фалеев? Ну, а что, Фалеев? Провернул еще какие-то пару дел Как ни странно удачных Даже машину себе дорогую купил Вот на этой машине и уехал искать приключения Ну, только что... Странного? Да ничего, просто я Костю две недели назад встретила Ну и разозлилась Из-за ребенка? Ну, конечно Не пишет, не звонит А Витька ждет Вот и сказал ему, что на алименты подам за все время Мы же официально не оформляли А он? Ну, а что он? Сказал, что были трудности Что деньги переведет И исчез И телефон у него выключен Ну, а почему вы думаете, что с ним обязательно что-то случилось? Раз, два, три Даже не знала Я понимаю, что это звучит очень странно Но снится, что леса какие-то, болота А, еще вчера мужчина приходил Про него спрашивал Подозрительный Ну, вообще Разговаривал вежливо Но на Бармалейна какого-то был похож С бритыми бровями В полиции говорят Идите подавайте на алименты Они его сразу найдут Понимаете, мне не настолько эти алименты и деньги нужны Насколько тревожны Вы мне поможете? Настя, почему уже выше меня? Не знаю И выше моей братики Спасибо Так, ты поиграл? Да Да, а теперь давай У тебя огромный список литератур на лето Давай, давай, давай А у нас с тобой Здорово тоже Опа Толик заныкал Слушай, Глажка А почему ты Лизе Так кисло пообещала помочь? На тебя вообще не похоже Ты о чем тут поможешь Если этот Фалеев просто не путевый отец? Кажется, Ваня на сей раз был прав Ваня это кто? Да калита, напарник мой Посоветовал Лизе обратиться за алиментом Нет, конечно, заявление розыске мы у нее принять обязаны Тем более, если она хочет Но искать можно бесконечно К тому же у нас в ОВД разыскными делами дознаватель Кашин занимается Это редкий лентяй и тормоз А тут еще никакого криминала Как это? Ну как? Ну ясно же, что Фалеев испарился после того, как бывшая жена о деньгах заговорила Короче, если Лиза подаст в суд на взыскание алиментов Фалеева будут разыскивать через службу судебных приставов Тогда это будет гораздо эффективнее и для ребенка полезнее А все эти сны дурные, сама понимаешь Так, нет, подожди, а этот мужик подозрительный Почему он подозрительный? Потому что Фалеева разыскивала Но узнал, что тот в городе захотел увидеться Ладно, я тебе расскажу Просто Лизу пугать не хотела В общем, я его видела Кого? Фалеева Тем же вечером, что и Лиза В общем, подхожу к дому Вылезает из машины, из черного джипа Затемненными стеклами Весь такой мрачный, явно поджидал Рассказывает о том, что помнит, как мы детей там в детский сад вместе водили Все такое, достает сверточу Протягивает меня и говорит Возьмите, пожалуйста, на хранение Если через месяц не заберу, передайте, пожалуйста, Лизе Ну и попросите за меня прощения У нее и у сына Ну и что в том свертке? Сейчас Так, сделаю Вот Щетка зубная Да, понимаешь? Значит, произошло явно что-то страшное Щетка для чего? Для ДНК Ну, чтобы в случае чего Можно было тело опознать, понимаешь? Фалеев явно ввязался во что-то очень нехорошее Слышь, какая-то дикая история Вот именно Ну, у вас же как в полиции Ну, нету тела, нету дела Ну, это так, факультативно Ну, попробую я, попробую Спасибо Ты же у нас самый талантливый Да? Да Вот, давай Лиза, здравствуйте Я хотела спросить А вы не знаете, зачем ваш бывший муж в Тишилов приехал? А зачем приезжал, я не знаю Да, и не спрашивала Угу А где он прописан? Ну, раньше мы все у его матери жили Она уже умерла и квартиру сыну оставила Правда, кто там сейчас живет, я не знаю Я вчера специально заезжала, никто дверь не открыл А скиньте мне адрес, пожалуйста И еще телефон у его приятеля здешних Хорошо Не видел и не хочу А увижу, распишу, как бог черепаху Так и передайте Кто ж Костяну такие денжища даст? У него ветер в голове Денег просил, только я не дал Верно, у меня тоже миллион запросил Сказал, собирается ресторан открыть Ну и отказал, конечно Почему? Во-первых, Костя Фалеев не серьезный человек Прожектер Во-вторых, мне сейчас не до благотворительности Проблемы? Расходы большие Моя фирма на работу с третьим переходит Слышали о таком? Нет Изотоп водорода Радиоактивное вещество Проникающая способность, правда, маленькая Но требуется переоборудование производства Понятно А Фалеев не говорил, где он ресторан открывает? Не помню Или в Тишилове, или в Лиссогорске Раньше меня приехали? Кто? Я? Вы на просмотр квартиры? Я с полиции Ага Значит, квартира продается? Да, я риэлтор Давайте зайдем У меня вопросы Пожалуйста Господи, что это? Похоже на погром Или обыск Понимаете, я владельцу К Фалееву? Да, помогала сдавать джип-площадь после смерти матери А сам он живет в области А полмесяца назад Константин позвонил и сказал, что хочет продать квартиру И взамен купить комнату, причем очень срочно Интересно Я высадила жильцов, подобрала варианты А Фалееву не дозвониться Хотела покупателям показать Мне пожалуйста Не трогайте Алло Дежурная часть Это Назарова О, Лень Спасибо тебе, Назарова У меня и так куча дел в производстве Твоими стараниями Новая свалилась Причем Тягомотина не криминальная Как это не криминальная? А взломанная квартира, погром И потом Фалеев пытался занять у своих приятелей деньги Целый миллион И что? Ну что, ну явно же не для алиментов Слушай, как думаешь, может, его на счетчик поставили? Ну пошла строить версию У меня тоже есть версия Ну какая? Весь этот театр сам не плательщик алиментов и организовал Ну типа исчез, но не по своей воле Да? А зубная щетка? Из той же серии Или ты что хочешь? Чтоб я ее к делу приобщил? Чтоб все ОВД под столом валялось? Сбежал твой Фалеев У его жены психоз А ты дурочка наивная Ну пускай я дурочка Ну давай хотя бы в Лиссогорск съездим Это же рядом Зачем? Фалеев там временно зарегистрирован Я узнавала Может он вообще не сбежал Слушай, вот у тебя сутки через трое, да? Ну Ну вот и дуй свой Лиссогорск, если времени не жалко У меня свой график Лентяй ты, Реня Глаз, привет! А ты разве не выходная? Здрасьте Выходная, я по делу зашла Куда направляешься? Да я на автобус в Лиссогорск поеду Так я тоже Хочешь подброшу? Что правда? Конечно хочу Ну да, сейчас только боевого коня починим Отбывает начальство Буянов на очередные подвиги Скатертью дорога Ну а заручу с ними А я знаю Он же занозанный Ну в каждой бочке затычка Оно мне целый час мозг с Валимом выносил Ты че? Да не, ничего Я вообще не понимаю, как ты с него в одной дежурке целые сутки удерживаешь Ой, не говори даже Но самый душный, конечно, Буянов Ох, ну просто замордовался своими сверхурочными Постоянно все контролирует Будто не понимает, что такое любовное томление Слушай, а у меня идея Давай мы их нейтрализуем Так Ну мы направим их вредную энергию друг на друга Как? Смотри, мы убедим Назарова, что Буянов в нее влюблен А Буянова убедим, что Назарова в него втюрилась Ой, Вер Ну вот и будет им чем заняться, мы заодно развлечемся Да ты голова, е-мое Поможешь? Возглавлю Давай У нас, представляешь, в Тишилове Ситуация с фальшивыми купюрами обострилась Просто вставал И главное, что действовать не поодиночке, а бандой Накрыть никак не можно Вот появилась информация, что они тебя ведут в лесогуст Хочу с тамошней полицией пообщаться А ты по какому поводу? Да я Кашину хотела помочь Поискать там одного человека Полеев Слыхал Алименчик, у которого квартиру обнесли А может не обнесли? Может его хотели испугать? Магия Ты везучая Только на рожон не лезь Так точно Алексей Трофимович Можем ехать Давай, можешь Здравствуйте! Есть кто? Ау! Кого ищете что ли? Здравствуйте! Простите! Меня зовут Глаша Назарова Я ищу Константина Фалеева Вы не... А меня тут Трофимовичем кличут И так, у нас все по-простому А у нас начальник тоже Трофимович Хороший человек Я тоже не хуже Вот Ну, должен, барышня, вас огорчить Нет его? Ну, как нет Ну, вообще-то он есть, конечно, понимаете Костя Фалеев у меня уже год как комнату снимает Да, просто сейчас в отъезде А куда уехал? Ой, ну, кто же его знает Ну, он то приезжает, то уезжает Вот уже две недели как нет его, понимаете? И потом, ну что, я за ним следить буду? Он у меня работает Представляете, сколько вот это все содержать надо Бабка умерла Все на мне теперь, ну... Сочувствую вам Ага А может, вам... Может, вам к его другу обратиться? О, друг есть? Да Макс Бородин у нас такой есть предприниматель И у него автомастерская есть Вам надо, значит... Вот по улице так придешь, да? Потом направо и до упора Хотя это тоже не вариант Почему? Да потому что конфликт у них вышел Говорят, что Бородин Застукал свою жену Кристину с Фалеевым Понимаете? Вот, и... Короче, не скажут вам ничего А Кристина это где? Кристина на работе, где же ей быть? Вы вот как шли к нам, да? Там висела такая табличка Парикмахерской пряди Вот там зайдите к ней А потом ко мне Я вас чайком напою С вареньем Лучшего во всем Лисогорске нет Спасибо, я боюсь, я не успею, но спасибо Да не, ну заходите, да До свидания Здравствуйте, это вы меня спрашивали? Здравствуйте, я из Тишилова, из полиции К нам поступило заявление на розыск Константина Фалеева Может быть вы... Я так и знала, господи, что ж теперь будет? Подождите, успокойтесь Вы понимаете, я его люблю Кого? Фалеева? Да нет, мужа Макса, он запил и я назло Что, изменили? Да нет, ничего серьезного Ну, поцеловались и тут Бородин заходит и такой скандал закатил А потом? А потом Фалеев исчез Мак совсем запил А когда я спросила про Костю, он меня ударил И вы думаете... А потом я нашла ключи от машины Фалеева у мужа в ящике Там еще был такой приметный брелок с рысью Ну, мало ли А потом я и машину Фалеева нашла в гараже Вы понимаете, я вся извелась Мой Бородин, он прекрасный человек, добрейший Но когда выпьет, просто дурной становится А вдруг он что-то ужасное совершил? Подождите, секунду Алексей Трофимович, не отвлекаю? Я тут выяснила, что Фалеев мог стать жертвой бытового убийства И хотела бы поехать опросить подозреваемого А вы сказали на рожон не лезть Подъедете? Отлично Номер Бородина дадите? Да, сейчас, минута И что? Я его пальцем не трогал Ну, а сам там где? Сказал же, не знаю И вообще, это я жертва, а не этот ваш Фалеев Хорошо, расскажите А чего рассказывать? Явился сюда Давай, вместе говорит Мы с ним в армии служили Ну, помог ему обустроиться Работу взял Но Фалеев же спокойно не может Загорелся идеей Присмотрел Избу в центре поселка За копейки, говорит, продается Давай Подновим И устроим в ней ретро-ресторан Ну, в принципе, идея неплохая Вот я и повелся Выложил все свои сбережения И в результате? Оказалось, что Избушка эта не просто так за бесценок шла Ее проще спалить, чем обновить Влетел я на деньги Потом еще Этого подлеца со своей женой застукал И разъярились А вы бы Кристинку-то я давно подозревал Все-то она куда-то ездила В общем, высказал им все Но не убивал Ну, а машина почему здесь? Потому что я хитрее придумал Я сказал Фалееву, чтобы он мне мой миллион Как угодно вернул Потом пускай катится с Кристинкой на все четыре стороны Мне объедков не надо А он? А он сказал не проблема Найдет деньги Только я не доверчив Машину его себе оставил Под залог А Фалеев уехал? С концами Кристинка теперь ко мне властится Только глаза по моим На нее не смотрели Понятно В ближайшее время никуда не уезжайте Вас вызовут Вы бы, Максим, поменьше убивались Своими страданиями На себя бы посмотрели В смысле? Может, если пореже прикладывались бы к бутылке То избу гнилую не купили бы И жена бы не смотрела на других А насчет ее отложек Это она в деревню ездила К знахарке Та пообещала, что вас вылечит от алкогольной зависимости заочно Если не верите, спросите, узнаете Все-таки мне кажется, Бородин ни при чем И потом, Лиза, жена бывшая Она встретила Фалеева уже после того, как вся эта история в Лисогорске произошла И деньги втешил, он правда искал Значит, отдать собирался Ну, не найдя денег, он мог вернуться обратно в Лисогорске Конфликт мог вспыхнуть с новой силы Мог А у вас как, товарищ майор? Нашли гнездо фальшивоманенчиков? А, нет Информация о ней подтвердилась Придется искать дальше Найдете Откуда такая уверенность? Просто я так думаю Ну, что там? Снял катушку, а тут Посмотрите Привет, привет, проходи Девчонок пока нет А где они? Они какое-то тестирование в Настике на гимназии, не знаю Они пошли, ну, этого, Лискину и Витику поддержать Лиску же знаешь? Знаю, я не знала, что Витика поступает Ну да, ты располагайся Анютка сказала, чем тебя вкусненьким накормить Их мужей, как ты, надо в качестве приза вручать Нет Толь Это чья книга? Анюткина? Ну, она на детективу подсела Сама знаешь, после кого Подожди А вот это вот Тебе знакомо? Ну да Моя щетка Держи связь с Лисогорским ОВД Вызывай барденов Тишилов Допросишь подробно под протокол Слушаюсь Ну что, если Палеев убит, он у тебя первый подозреваемый, понял? Товарищ майор, ну у меня там с другими делами завал Ты ускоряйся, ускоряйся Кашин И прекращай на плечи Назаровой свои дела перекладывать Это опасно может быть Да я не перекладывал? Да она сама попросила, ну когда узнала, что вы в Лисогорск едете Ну а я сочувствие проявил Я романтические чувства уважаю Какие? Ну как же Да все ОВД в курсе, что наша Глашева любила В кого? Товарищ майор Догадываетесь Слышь, Кашин, ты давай мы тут не загадки загадывай А иди дела свои делай, если у тебя завал Пошел Ну да, Глаш, я дура Что уж там говорить, стырилась сюжет из дурацкого детектива, свистнула щетку у Толика Ну, хорошо, а как? Вот как еще я тебе должна была смыть Вером? Слушай, кончай Юлий, давай рассказывай, что сделал Фалеев, зачем тебе эти поиски и почему ты меня обманывала Я не понимаю, как можно было не решить ни одной задачки Мы не поняли Чего вы не поняли? Мы испугались Знаешь, как сложно было? Вот, например, сколько весит гусь на одной ноге Гусь на одной ноге? Я не знаю, сколько весит гусь на одной ноге Надо думать, что делать, он гусь ищет Ну, давай поищем другую школу И зря мы Глашку не послушались, только детей травмировали Нет, эти в гимназии просто еще не знают, с кем они связались Я сказала, мальчики будут учиться в этой школе, значит, будут учиться Ты только не нервничай Я не нервничай Я не нервничай Тебе просто нельзя нервничать Я не нервничай Ну, в общем, существует некоторое обстоятельство Мне неудобно было тебе признаться, понимаешь? Рассказывай Ладно В общем, в нашу гимназию, в Ломоносовскую, на самом деле, очень легко поступить Главное иметь деньги и номер человека, который все организует А как же экзамен? Ну, он же письменный В общем, все дело в подстраховке Есть человек-посредник, который за 50 тысяч выдает родителям дубликаты бланков На которых будут писать вступительную работу Исправить можно? Угу Причем, как ты понимаешь, в комфортной домашней обстановке Ну, и потом этот посредник объезжает подопечную Собирает эти исправленные работы, как ты понимаешь, идеально правильные Ну и меняет их на те, что были написаны в школе Подожди, ты же говорила, что работу возят в управление образования Угу, в понедельник А работа пишет в субботу А, лихо придумано Кто такую схему разработал? Ну, кто, кто Наверное, самого руководства Это Бобицкая только строит из себя святую И значит, твоя Настя поступила туда Угу Да, и тоже через подстраховку Ну, как я тебе могла о таком рассказать? Ну, такая правильная Блаж Я-то? Это когда за Даньку с Ванькой пришла просить? Угу, тем более Ну, сто тысяч за двоих парней, ну, откуда у твоих такие дзинжищи? Ну, хорошо, ты мне скажи, при чем тут Фалеев? Я ничего не понимаю Да, это вообще другая история Это я с Лизой случайно встретилась в магазине, ну, где-то месяц назад Мы разговорились, и Лизка сказала, что ее Витька очень классно шарит математики Ну, и намекнула на то, что неплохо бы ему перевестись в Настину школу А ты? Я решила помочь Дала номер этого посредника, сказала, что от меня Только этот Антон ее просто нет и все, вот не будет никаких взяток Витя сам напишет этот экзамен Принципиальный? Ну, да, зануда, слишком правильный Ну, и что? Лиза очень расстроенная, идет по улице, думает, откуда ей взять эти 50 тысяч И случайно встречает Витькиного отца Фалеева Ну, ты же меня знаешь, если я говорю будет, значит, будет Я тебе обещаю, через неделю, как пить дать, ну, про… Пока Костя Привет Значит, ты в Тишилове Я? Нет Ну, то есть, случайно вот заехал буквально на день Ну, как поживаешь, как дела? Все отлично, Фитя, как? Тебя это вдруг заинтересовало? За год один раз ребенку позвонил, я уже не говорю о том, что копейки не перевел Ну, погоди Че годить-то? Кстати, я подаю на алименты, с тобой по-другому никак Зачем на алименты? Я и так готов, ну, ты же знаешь, я Витьку люблю, ничего не жалко А не звонил, ну… Да мне, понимаешь, хотелось по жизни хоть что-то добиться Ну, иначе как общаться с сыном И к тому же, ну, ты же сама говорила, что вам ничего не нужно А теперь понадобилось 50 тысяч посреднику, чтобы ребенок учился в нормальной гимназии А я готов, когда нужны деньги? Через два дня Без проблем Ты только знаешь что? Ты мне номер телефона этого посредника дай, я сам с ним свяжусь, деньги ему передам Не получится, там еще этот посредник должен бланки привести для экзаменов Да завезу я тебе эти бланки Лиз, ну пойми, мне просто так удобней будет Как хочешь Прекрасно выглядишь Только вот Лизе бланки он не передал, исчез Ну, это не удивительно, я выяснила, что у Фалеева никаких денег не было вообще Нет, ну не может быть такого Ну не мог он просто так отключить телефон Но я же помню, что он Витьке души не чаял Слушай, мне знаешь, что Лиза рассказала? Что Витя такие рисунки стал странно рисовать Ну, портреты семьи, как будто прям зациклился И причем семьи не нынешнего состава, а того прошлого, где папа Костя Бедный парень А Лиза при встрече с Фалеевым показала ему этот рисунок И он прям прослезился и с собой его забрал Сентиментально это моя Хотя честно я вру, сейчас мне самой кажется, что с ним что-то случилось Вот, понимаешь? Скажи, когда Фалеев пропал, вы посреднику звонили? Конечно, ну через три дня, когда беспокоиться стали И причем он сказал, что с ним никто от Лизы не связывался Поэтому сегодня Витька сам работу писал без всяких постраховок Позвони-ка посреднику Недоступен Слушай, не нравится мне все это Глаш, ну не может же банальное жульничество в сфере образования быть связано с пропажей человека А вот я так не думаю Ань, не отвлекаю? Значит, смотри Телефон посредника зарегистрирован на старушку, которая скончалась пять лет назад Можно, конечно, посмотреть, кто пополнял счет, но это долго Я что предлагаю? Надо идти и сразу разбираться с директрисой Да погоди Назарова? Нашел? Да никто Настю твою не выгонит И тебе совершенно не обязательно светиться Да главное, меня проведи Подруга, кто дрофнула, мол ты или я? Вот Через час подходи к УВД, у меня смена закончится Угу Ну что, личные разговоры все разговариваем, да? А ты спецсредства У от дежуривших нарядов приняла? Все в оружейке А почему вы еще одну книгу не записала? Да записала я все и позвонила в Васильковское УВД и передала им информацию Молодец, молодец, Назарова Только не на то ты всю свою молодую энергию тратишь Ну а что тратить? У меня много энергии Неужели не замечаешь? Не замечаешь, как Буянов на тебя смотрит? Чего? Ау, ау, вот Все отделение замечает, ты одна, не в курсе Ты что за глупости говоришь тут? Стопроц, он на тебя запал Можешь мне поверить, даже не сомневайся, я в этих делах спец Назарова, мужик, он во, во Да, каждый, дай бог, такого Буянова Потом локти будешь кусать Меня от работы не отвлекай Ладно, будешь печеньку? Нет Если вы не прекратите все чаши кричать, я вызову охрану О, охрана меня своей пугает, а я вообще вас засужу Деньги взяли, результата ноль, и мы не брали никакие у вас деньги Да конечно, а я вот прямо сейчас и пойду в полицию Да я сама сейчас в полицию позвоню за такую клевету Полиция уже здесь Давайте мы присядем и спокойно со всем разберемся А вот давайте присядем А давайте присядем, пусть она расскажет, куда она деньги делала Да не брала я никакие деньги Конечно, не брали Пусти себя научитесь сначала Значит, вы заплатили посреднику Ну да, получили чистые бланки Вечером после вступительного Все проверили и переписали Но за готовым вариантом никто так и не приехал И что, в итоге мой ребенок так и не поступил Вы если деньги дерете, вы хотя бы это как-то контролируете Нет, я отказываюсь что-либо понимать Нет, у нас есть звонки сверху, у кого их не бывает Но в остальном все честно Какие деньги, да какие, вообще-то немалые 50 тысяч Вы понимаете, вас обманули Какие-то мошенники воспользовались ажиотажем Вокруг нашей гимназии Вы дубликаты бланков не захватили случайно? У меня оригиналы есть, они же не забрали ничего Бланки подлинные, там и штамп, и подпись моя А кто мог взять эти бланки? Никто! Листы проштампованные и подписанные Хранятся в сейфе до дня экзамена Хотя погодите Мой секретарь Масло Простите, простите Это мы с мужем эту аферу затеяли Зарплаты небольшие, думали на пенсию Ну, расскажите подробно Я секретарь делопроизводитель Значит, я оформляю бланки для вступительных Ключи с сейфа тоже у меня Вот и оформляла лишние Альбина Петровна не знает, она не догадывалась Подмахивала, дел у нее много А я потом эти бланки в сейфе меняла до того, как Воронова везут А посредником был муж? Он не в этой сфере работает Лицо незнакомое Вот и помогал И телефон у него матери умершей остался По нему с клиентами общался Так если вы так все отлично наладили Почему же вы у меня бланки-то не забрали? Деньги-то я вам и дала Да дело в том, что в пятницу перед вступительными Мы уже на улице какие-то отморозки избили Еле домой приполз А я побоялась Думаю, разоблачат когда буду собирать работу Решили не рисковать Не думали, что родители так быстро Права начнут качать? Да, конечно Да мы потом хотели все вернуть В голове не укладывается Марина Васильевна, как вы могли Ведь столько лет вместе Юбилей собирались праздновать Марина Васильевна, мне надо срочно поговорить с вашим мужем Он в больнице? Нет, отказался Дома пластом лежит Поехали? Да Прекрасно Сень, ты как? Да, живой Прости, Сенечка Разоблачили нас Это из полиции Проходите, пожалуйста Здрасьте Вы знаете, кто и за что вас избил? Нет Да не важно У меня только один вопрос Все остальное потом Вы видели вот этого человека? Если встречались, вы не скажете, я все равно это докажу Не надо ничего доказывать Я устал, я больше не могу Мариша Прости Она не виновата Это я Убил того парня Прости Вы Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...